МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Керчи, на улице Фурманово, во дворе школы номер 15, стоит памятник герою Советского Союза, штурману 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка 325-й ночной авиадивизии гвардии старшему лейтенанту Евгении Рудневой, имя которой носит школа. О чем может рассказать керчанам этот памятник «Девушка в лётном шлеме»? О том, что в годы Великой Отечественной войны был такой необыкновенный женский ночной бомбардировочный полк. О фронтовом пути полка, о боевых подругах, ночных вылетах, о том, как погибали и горели над целью живыми. И о том, как побеждали, как из юных девчонок вырастали герои Советского Союза. О том, как все это было. Так уж устроена мужская психология. Каждый мальчик даже самый мирный в глубине души солдат. Девочка же, как будущая мать, даже играет совсем в другие игры, в основном в куклы. Женщины и убийства – понятия несовместимые, ведь предназначение женщины – давать жизнь, а не отнимать ее. Девчонки-солдаты и война – есть ли более нелепое сочетание? Однако в годы Великой Отечественной войны женщины встали на защиту Родины вровень с мужчинами, опровергнув понятие, что у войны не женское лицо. Не щадя сил, делали все, что требовалось для победы над врагом. Собирали средства в Фонд обороны страны, становились донорами, оказывали помощь раненым, дежурили на улицах, сопровождали стариков и детей в бомбоубежища, спасали людей из-под завалов. Женщины в тылу переживали боль утрат и, получив похоронки, стали сами обивать пороги военкоматов, проситься на фронт, чтобы мстить врагу. На фронте они были снайперами и разведчицами, командирами стрелковых взводов, зенитчицами, летчицами, связистками, воевали на земле, в небесах и на море, совершив подвиг, равного которому не было в мире. Хрупкие, молоденькие девушки-санинструкторы, сколько им пришлось вынести на своих плечах. Есть статистика, потери среди медиков переднего края занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. Когда посреди боя девушки начинали перевязывать и оттаскивать раненых, даже немцы на какое-то время не мели от изумления. Как признавались сами девчонки, им не верилось, что когда-то можно будет встать и ходить по земле, а не ползти. Это была мечта. Валенки-валенки, неподшиты стареньки, пела на передовой Русланова. Синенький скромный платочек исполняла в перерывах между боев Клавдия Шульженко. И сотни неизвестных певиц, актрис и танцовщиц пели, читали стихи, отплясывали на импровизированных сценах, поднимая боевой дух солдат. Перед многими встает вопрос, должна ли была женщина участвовать в войне. У фашистов даже в момент агонии их фрау не только не служили на передовой, их было мало и в промышленности. В основном немцы использовали женский пол как секретарей, переводчиц, стенографисток. И не только потому, что в Германии на трех мужчин приходилась одна женщина, а в Советском Союзе наоборот. Для того, чтобы вести войну, нужны не только солдаты, но и оружие с продовольствием. А для производства также нужны мужчины. Одними женщинами и подростками их заменить нельзя. Поэтому и вынужден был Советский Союз посылать на фронт женщин вместо мужчин. У немцев такой проблемы не было. Их обеспечивала оружием и продовольствием вся Европа. Особую роль в кровопролитной войне советского народа с фашизмом сыграл единственный в своем роде легендарный 46-й женский Таманский авиаполк легких ночных бомбардировщиков 325-й авиадивизии. В составе этого полка и воевала Евгения Руднева. В октябре 1941 года немецкие войска подходили к Москве. В это время в правительстве страны скопилось большое количество писем от девушек, воспитанниц аэроклубов, летных школ, транспортной авиации. Все они настойчиво просили направить их на фронт, чтобы воевать наравне с мужчинами. Письма шли и шли. В конце концов, 8 октября 1941 года Сталин подписал совершенно секретный приказ о формировании женских авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии. Сотни девушек от 16 до 20 лет, которые никогда в жизни не держали в руках оружие и не прикасались к самолетам, пришли в армию по этому призыву. Чтобы не волновать родных, Женя не сказала им, в какую часть ее направляют. Сообщила, что идет преподавать физику в военное училище. Будущий штурман и герой Советского Союза Евгения Руднева родилась в 1920 году в украинском городе Бердянске в семье служащего. Почему-то всем казалось, что ей, красивой, веселой, жизнерадостной девушке, нужно идти в артистке. Но она окончила три курса механико-математического факультета Московского государственного университета. Занималась астрономией. Когда началась Великая Отечественная война, Женя сдавалась сессию, оканчивая третий курс. Страстно влюбленная в свою специальность, в далекие неугасимые звезды, студентка, которой прочили большую будущность, твердо решила, что учиться не будет, пока не закончится война, что ее путь лежит на фронт. Но все же с небом она не рассталась. Окончила штурманскую школу. На фронт попала в мае 1942 года. Была сначала штурманом экипажа, затем штурманом эскадрильи, а впоследствии и всего 46-го полка. Летчики-мужчины глядели на женский полк с усмешкой. Отправляли девушек домой играть в куклы. И с состраданием называли их батальоном смерти. Но представительницы прекрасного пола не жаловались на трудности и домой не просились. В женский полк стали приезжать комиссии, инспекторы, проверяли, изучали, присматривались. И в конце концов вынуждены были признать, что девушки хорошо подготовлены к ночным полетам и умеют бомбить. Самолеты ПО-2 были всего лишь учебными. Они мало приспособлены для боевых действий, тихоходные, оснащены самыми простыми аэроприборами. Каждый боевой вылет на таком самолете равносилен подвигу. Называли их кукурузниками или этажерками. Скорость самолета составляла всего 120 км в час, высота 3 км, а максимальная нагрузка 200 кг. С первых дней Великой Отечественной войны ПО-2 стал приносить армии огромную пользу. На нем вывозили раненых, держали связь с партизанами в тылу противника, проводили разведку. Устойчивый в полете, легкий в управлении, самолет не нуждался в специальных аэродромах и мог сесть на деревенской улице или на опушке леса. Девушки летали ночью в тыл врага, сбрасывали партизанам оружие, боеприпасы и горючее. Вывозили за линию фронта раненых, больных и детей. Ни заградительный зенитный огонь, ни патрулирование немецких истребителей не могли остановить их полеты. Особо успешным оказалось ночное бомбометание с этих маленьких машин по переднему краю противника. Конечно, днем воевать на них было невозможно. Самолет представлял собой отличную мишень. А вот ночью малая скорость позволяла поражать цели в ближнем тылу противника с точностью, недоступной для других самолетов того времени. С наступлением темноты и до рассвета ПО-2 непрерывно висели над целью, сменяя друг друга, методично через каждые 2-3 минуты сбрасывая бомбы на врага. Когда женский полк вылетал на задание, по немецкому радио раздавалась команда «Ахтунг, Ахтунг, в воздухе советские дамы, никому не выходить из укрытий». За неуловимость и разрушительную силу их называли ночными ведьмами. За каждую сбитую этажерку немецкое командование присуждало своим асам высшую награду – железный крест, что объяснялось в первую очередь мастерством наших летчиц, а также особенностями советских самолетов, которые одновременно и легко, и трудно было сбить. Из-за небольшой скорости и низкой высоты полета ПО-2 было очень трудно засечь бортовыми радарами. Кроме того, снаряды могли просто пробить насквозь полотняную обшивку этого самолета, не причинив особого вреда. Чтоб наверняка сбить эту, как называли немцы из-за слабого мотора, швейную машинку, нужно было попасть точно в двигатель или в пилота. Конечно, многого в женском полку сначала не умели, но такой энтузиазм в работе, такой сплоченный коллектив можно было встретить не во всяком мужском полку. Женя Руднева писала в своем дневнике. 5 января я в первый раз в жизни 10 минут была в воздухе. Это такое чувство, которое я не берусь описывать, так как все равно не сумею. Мне казалось потом на земле, что я вновь родилась в этот день. Стала на мир смотреть другими глазами, и мне иногда даже страшно становится, что я ведь могла прожить жизнь и ни разу не летать. Женя Руднева – скромная, мягкая девушка, мечтательница, влюбленная в далекие сверкающие звезды. Ее жизнь стала символом целого поколения. Девушки летали каждую ночь, бомбили по немецким колоннам, железнодорожным станциям и переправам. Иногда немецкие танки почти вплотную подходили к аэродрому, и надо было срочно перелетать куда-то на восток. Когда не было точных данных о том, где находятся советские, а где немецкие части, летчиц днем посылали в разведку. В воздухе господствовала немецкая авиация, и днем на ПО-2 летать было очень опасно. Назывались эти полеты спецзаданиями. Они не входили в число боевых вылетов и были самыми трудными, сложнее, чем на бомбежку. Когда советская армия отступила в гористую местность Кавказа, малейший просчет штурмана или летчика, и катастрофа была обнименуемой, так как горы превышали высоту полета. Часто туманы закрывали аэродром. Внезапные снегопады и дожди преграждали путь. Могучие воздушные потоки швыряли легкие машины на сотни метров вверх или вниз. Горела нефть Грозного. Черные облака не давали ни дышать, ни летать. Какая уж там цель. С не менее трудными условиями летчицы столкнулись на Тамане при полетах на Новороссийск и Керчь при освобождении Севастополя. Все эти направления имели важное тактическое значение и поэтому были прикрыты плотным огнем зенитных батарей. В воздухе патрулировали ночные немецкие истребители. Лес прожекторов стоял над целью. Одна зажигательная пуля могла превратить тихоходный самолет в пылающий факел. То, что немцы называли летчиц ночными ведьмами, стало признанием мастерства. Не прошло и года на фронте, как женскому полку первому в дивизии присвоили гвардейское звание. Конечно, девчонки оставались девчонками. В краткие перерывы между боями пели, плясали, вышивали на портянках незабудки и горько плакали, если их отстраняли от полетов. Проводили философские конференции, разрабатывали методику полетов парами, чтобы выручать друг друга. Устраивали вечера самодеятельности, выпускали литературный журнал с заметками о своей жизни, писали стихи, всю войну выпускали стенгазету. Это была разрядка от напряженного ужаса войны, успокоения души. Всех их объединяли особый азарт, дружба и стремление доказать, что девушки могут быть в бою не хуже мужчин. Загадывали желания, кто дойти до Берлина, кто увидеть маму, а кто-то дожить до своего дня рождения, когда исполнится 18 лет. Девичий полк быстро встал вровень с мужскими полками, а в чем-то и обогнал их. Резко изменилось и отношение к ним. Летчики братских мужских частей ласково называли их сестренками и, приветствуя, делали круги над их аэродромом. Пехотинцы писали теплые письма, называли их небесными созданиями. В среднем около часа длился каждый полет, а на земле экипаж уже ждали механики и вооруженцы. Осматривать, заправлять самолет, подвешивать бомбы они умели за 3-5 минут. Трудно поверить, что молодые тоненькие девочки в течение ночи своими руками и коленками без всяких приспособлений подвешивали каждая до 3 тонн бомб. Эти скромные помощники летчиков показывали подлинные чудеса выносливости и мастерства. О механике. Целые ночи работали на старте, а днем – ремонт машин, подготовка к следующей ночи. Времени на сон почти не оставалось. Иногда в результате перенапряжения летчицы и штурманы засыпали в полете или наоборот не могли уснуть по нескольку дней. Кто-то сказал, война – это подвиг самоотречения, когда люди совершают то, что кажется немыслимым и невозможным. Но как бы ни было тяжело, девушки всегда рвались в бой. Спорили за право летать первыми, чтобы успеть сделать больше вылетов. Женя Руднева знала множество сказок, легенд и мифов. Но с особенным удовольствием говорила она о звездах, о таинственной вселенной, у которой нет ни начала, ни конца. Иногда в полете в свободную минуту она неожиданно обращалась к летчице. «Смотри, видишь, справа яркая звезда? Это Бетельгейзе!» И рассказывала об этой звезде, вспоминая древний миф об Орионе. В непогожие ночи на старте Женя Руднева любила рассказывать сказки. Тихим голосом читала она баллады Жуковского. Красивые истории о подвигах рыцарей, о прекрасных дамах. Рассказывала легенды о созвездиях, волосы Вероники, Андромеда. У каждой девушки были свои желания, которые не сбылись из-за войны. Все мечтали о яркой, интересной жизни. Готовились стать учителями, врачами, инженерами. Их волновали книги и фильмы, стихи мировых поэтов. Все они мечтали о мирной жизни, о любви. Полк прошел с боями от Донбасса, через Сальские степи и предгорье Кавказа, через Кубань и Крым, Белоруссию и Польшу и дошел до Восточной Пруссии и Германии. Окончил войну с севернее Берлина с ликованием, встречая победу. Письма с фронта. Не было во время войны на передовой ни одного человека, который бы не скучал по дому. Письма писали прямо с полей боя. Отправляли родным стихи, фотографии, вырезки из газет-листовок. Выцвели чернила, поблекла типографская краска на почтовых открытках. Но письма с фронта до сих пор бережно хранят во многих семьях. У каждого треугольника своя история, счастливая или печальная. Бывало и так, что весточка с фронта доходила о том, что родной человек жив-здоров после страшного казенного конверта. А матери и жены верили, похоронка пришла по ошибке и ждали годами, десятилетиями. В пропахших порохом строках дыхания войны, правда окопных будней, нежность солдатских сердец, вера в победу. Письма фронтовиков родным и близким позволяют глубже понять психологию людей военного времени, истоки патриотизма, поколения победителей. Солдат на фронте перед боем не знает, будет ли он жив через час. А после боя, во время короткого затишья, радостное сознание, что на этот раз пуля тебя миновала, омрачается горечью потерь товарищей. За войну человек привыкал к потерям, но каждая новая смерть – рубец на сердце. Предупреждение, следующий – ты. Ни в первые месяцы пребывания в армии, ни потом в полку, никогда не пожалела Женя Руднева о том, что прервала учебу, променяла занятия любимым делом на трудную, полную лишений и опасности жизни на фронте. «Милая мамочка, я чувствую, что иду единственно правильным путем, что здесь я делаю то, что должна делать», – писала она «Домой». Это было общее чувство людей военного поколения. Письма Жени полны заботы и вопросов о том, как родители переносят трудности войны. Своих родных она очень любила, волновалась о них. Домой от нее шел буквально поток писем. Вот что она писала о себе. «Дорогие мои, если бы вы знали, как нас принимают местные жители, и на нашей территории, и на освобожденной теперь Красной Армии. Придешь, согреют воды, кровать постелят, и каждая говорит, может, и мой сынок где-то по чужим людям ходит». Женя, с одной стороны, в плане звезд она была не от мира сего, с другой – от точности бомбометания Рудневой ходили легенды. За поруганную науку и свою родину Женя бомбила переправы, железнодорожные узлы, скопления войск противника, эшелоны военной техники, аэродромы. При этом, часто подвергаясь атакам бронированных самолетов-истребителей и наземных зениток, она умело выходила из зоны огня. В полк прибывали новые летчицы из Гражданского воздушного флота и аэроклубов. А вот новых штурманов негде было взять. Их нигде не готовили. Поэтому штурман полка Евгения Руднева, обожавшая свою военную профессию, охотно взялась за обучение штурманскому делу девушек из механиков и вооруженцев. Она называла их «мои штурманята» и на занятиях заражала своей любовью к самолетам. Женя была внешне яркой, привлекательной девушкой. Натуральная блондинка с серо-голубыми глазами, веселая, жизнерадостная и в то же время умная, содержательная собеседница. Конечно, как все девчонки, мечтала о любви. В конце 1943 года Женю Рудневу отпустили в Москву. Выпросилась она домой вместо санатория, куда ей оформили путевку. Случилось так, что среди своих спутников по дороге в Москву Женя встретила того, кто мог бы стать спутником ее жизни. Первая и последняя любовь. Чистая, светлая и глубокая, как все, что было в ее жизни, пришла к ней неожиданно. Один раз сумел инженер-танкист по имени Вячеслав приехать к Жене в полк. А потом его командировали в Иран. Тысячи километров разделяли их, но теплые слова любви и дружбы доходили из Ирана до Тамани. Из писем славы. «Милая моя Женечка, отныне моя дальнейшая жизнь приобретает новую окраску. Прошу тебя только об одном. Меньше рискуй понапрасну в работе и помни, что ты мне очень дорога. Все-все напоминает мне тебя». Ее уже не было, а письма шли и шли. 9 октября 1944 года была полностью очищена от немецких оккупантов Тамань. За активное участие в боях Женский полк по приказу Сталина получил наименование Таманского. Это было большим торжеством. Осенью 1943 года советские части повели наступление на Керченский полуостров. С конца октября начались полеты на Керчь, когда летчицы прикрывали высадку десантов на побережье пролива в районе поселка Ильтиген. По самому краю полуострова шла линия немецкой обороны. Советские десантные войска подплывали ночью на катерах или танкерах. С берега их обстреливала немецкая артиллерия. Ловили лучами морские прожектора. Девушки летали со специальной целью – бить по этим лучам света и артиллерийским точкам. Когда над целью появлялся самолет, немцы выключали прожектора. А летные машины девушек появлялись над целью каждые 2-3 минуты. Это давало возможность катерам подойти к берегу. Иногда пехотинцы просили девушек – хоть не бомбите, если облачность низкая, хоть мотором шумите. За звуком мотора не было слышно шума подходящих катеров. Ночные авиаполки сбрасывали боеприпасы, продукты, медикаменты. Девичьи голоса в ночном небе помогали бойцам не меньше, чем лекарства и продукты. В штабе трещит телефон. Из дивизии передают задачу на ночь. Цели – булганак и катерлес. Бомбить живую силу, склады с боеприпасами и артиллерийские батареи противника. Напряжение максимальное, сколько сможете. В ночь на 9 апреля Жене Рудневой не стало. Она совершала свой 645-й вылет с летчиком Панной Прокопьевой. Летчицей Прокопьевой была опытной, но в полк прибыла недавно и боевых вылетов имела не больше десяти. Следуя своему правилу, Женя проверяла в бою молодых. Над целью их самолет был обстрелян из автоматических зенитных пушек и загорелся. Через несколько секунд внизу взорвались бомбы. Женя Руднева успела сбросить их на цель. Девушки других экипажей видели горящий самолет, который упал за линией фронта. До утра вооруженцы писали на бомбах два слова – «за Женю». За их любимого штурмана, одной из самых ярких девушек полка, звездочета и сказочника, милую, нежную, любимую подругу. Звание Героя Советского Союза, которому Евгения Руднева была представлена при жизни, было присвоено ей посмертно. Сколько видели девушки разрушенных городов, но никогда не встречали такой израненной земли, как в Керчи и ее окрестностях. Следов самолета они не нашли. И еще долго в их душах была надежда, что Руднева и Прокопьева живы, хотя и понимали, что так быть не могло. А Женина мама верила, что ее дочь жива. Все родители девушек перезнакомились в Москве, ездили друг к другу, звонили и бережно хранили письма с передовой. Тяжело переживали фронтовые подруги гибель Жени Рудневой. И только после войны узнали, что керчане подобрали останки девушек, Прокопьеву приняли за мужчину и похоронили в общей могиле, а Женю отдельно и написали, что здесь лежит неизвестная летчица. Давно уже Панна Прокопьева и Женя Руднева перезахоронены в одной могиле. Им поставлен памятник на воинском кладбище Керчи. После Великой Отечественной войны родители Жени ежегодно собирали друзей в ее день рождения и всегда говорили о ней, как о живой. 32 девушки погибли в ночном авиаполку. Среди них те, кто заживо сгорели в самолетах, были сбиты над целью, погибли в авиакатастрофах, умерли от ран. В числе геройски погибших девушек полка и керчанка, герой Советского Союза Вера Белик. Символично, что в Керчи, в поселке Мичурино, недалеко от аэропорта, одна из улиц носит имя Жени Рудневой. Скромная улица напоминает о великом подвиге, об этой светлой молодой жизни, отданной в самом расцвете за счастье жить мирно, о юной и озорной Жене, погибшей в 24 года при выполнении боевого задания под Керчью. Всего за время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза было удостоено 96 женщин, в основном летчиц. Говорят, столетия должны пройти, чтобы Земля заровняла окопы в метр, шрамы на лице планеты. А шрамы, оставленные войной в человеческих сердцах, что их изгладит? Честь и слава женщинам, ставшим во время войны в ряды воинов. Мужественно сражались они на фронте, проливали кровь и расставались с жизнью для того, чтобы родная земля вновь была свободной, чтобы счастье и мир вернулись в жизни людей. Их было много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за нее жизнь. Наверное, в них было заключено то, что фашисты называли «непобедимой русской силой». Новые поколения с благодарностью вспоминают тех, кто так быстро уходят от нас. Сильные духом и в то же время такие беззащитные в условиях нынешнего времени. Человеческая жизнь не бесконечна. Продлить ее можно только памятью, которая лишь одна побеждает время. Когда вы песни на земле поете, Тихонечко вам небо подпоет. Погибшие за Родину в полете, Мы вечно продолжаем наш полет. Мы вовсе не те, не безмолвные, Мы ветер и крик журавлей. Погибшие за Родину в небе за Родину Становится небом над ней. Мы дышим, согревая птичьи гнезда, Баюкаем детей в полночный час. Вам кажется, что с неба смотрят звезды, А это мы с небес глядим на вас. Мы вовсе не те, не безмолвные, Мы ветер и крик журавлей. Погибшие в небе за Родину Становятся небом над ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok